Теорема Борсука-Улама А вам в качестве упражнения доказать то же самое, что когда они все трое открыты Вообще это то же самое просто, это одна и та же теорема Упражнение простое, я бы сказал тривиальное Но я же иногда издеваюсь, нет разве? В общем все три замкнута, давайте докажем в этом случае Давайте предположим противное Предположим противное А что такое противное? Это вот не противный прибор, в который валит всякая бяка, да? А противное тому, что утверждалось в теореме Но что утверждалось в теореме? Что найдется множество, содержащее две антиподальные точки, да? То есть противное состоит в том, что каждое множество не содержит ни одной пары антиподальных точек Диаметрально противоположных Ни одно из этих множеств не содержит антиподальных точек Это предположение противного Так, друзья, а вы знаете, что такое диаметр множества? Диаметр это супремум расстояние между его точками Давайте я напишу важное понятие Диаметр Аитова Диаметр Аитова Это супремум по x, y из Аитова Расстояние между x и y Ну, расстояние можно изображать просто модулем разности Но у нас АИТ замкнуто, поэтому супремум это максимум И если мы знаем, а мы это якобы знаем Предполагая противное Что в каждом АИТам нет антиподальных точек То это означает, что диаметр строго меньше диаметра всей сферы Согласны? Если бы супремум не достигался, это было бы неверно Но он достигается для замкнутых множеств, поэтому это правда То есть у нас предположение противного означает, что для каждого и Диаметр Аитова строго меньше Ну, наверное, двойки все-таки правильно писать Потому что имеется в виду сфера единичного радиуса с центром в начале координат Ну, значит, меньше двойки Диаметр сферы равен 2 Для определенности просто Так, давайте посмотрим на множество А1 У него в том числе диаметр меньше двойки Теперь мы нарисуем такую картину На самом деле будет почти катарсис Если вы поймете это рассуждение, то вы поймете, как в целом должна доказываться теорема Борс-Куллама Нарисуем вот такую картину Это все, на что я способен Это двумерная сфера наша в трехмерном пространстве И на нем есть вот это замкнутое множество, на ней вернее, на ней есть множество А1 Диаметра строго меньше, чем двойка Давайте сферу разобьем на много маленьких кирпичиков сферических Так, ну, с вашего позволения, я дальше рисовать не буду, иначе я полпара на это убью Имеется в виду, что параллели проводятся до дна, конечно То есть от северного до южного полюса Все покрывается такими параллелями После чего рисуются, внимание, не меридианы Не меридианы, а именно кирпичная кладка Это очень важно Именно кирпичная кладка Ну и так далее Понятно, что такое кирпичная кладка? То есть имеется в виду, что все стыки такие Т-образные, как перекрестки Как на дорогах бывают Т-образные перекрестки А крестообразных, обычных перекрестков нет На каком расстоянии у вас? Сейчас скажу, на каком расстоянии я сейчас скажу Все очень просто Но нужно сказать несколько слов еще Потом вы поймете, на каком расстоянии Значит, мы берем множество G1 G1, которое по определению представляет собой объединение кирпичиков Объединение вот этих кирпичиков Каждый из которых имеет непустое пересечение с А1 Объединяем все кирпичики, которые хотя бы по одной точке пересекаются с А1 Объединение кирпичиков, пересекающих А1 Пересекающих А1 Сейчас все будет понятно Вообще ничего не понятно, да? Сейчас все поймете Нет, подождите Значит, еще раз Мы берем параллельные вот такие вот окружности Просто сечем плоскостями Обычную двумерную сферу в трехмерном пространстве Мы живем в трехмерном пространстве Мы берем вот эти вот параллели Самые обыкновенные, как на глобусе На достаточно маленьком Насколько маленьком, я скоро скажу Уже осталось буквально чуть подождать На достаточно маленьком расстоянии друг от друга Дальше я между каждыми вот этими параллелями провожу еще вот такие вот отрезочки Отрезочки, просто отрезочки сферические Но если хотите, просто секу тоже плоскостью В любом порядке, неважно Можно считать, что эти кирпичики разных размеров Лишь бы стыки все были тройными, как Т-образные перекрестки А вот размер кирпичиков, наконец-то до этого дошло Вот сейчас все будет понятно Размер кирпичиков выбирается таким образом, товарищи Чтобы диаметр вот этого G1 тоже был меньше, чем двойка Диаметр А1 меньше двойки, согласно нашему предположению противного Строго меньше Но диаметр G1 отличается от диаметра А1 как максимум На удвоенный диаметр кирпичика по неравенству треугольника По неравенству треугольника, еще раз повторяю Диаметр множества G1, напишу Диаметр множества G1 не превосходит Диаметр множества А1 плюс удвоенный диаметр кирпичика Это просто следствие из неравенства треугольника И вы можете, конечно, всегда подобрать близость вот этих параллелей И близость соответствующих псевдомеридиан, то есть вот этих вот сторон кирпичиков Настолько хорошей Сделать их настолько маленькими, эти кирпичики Чтобы даже после прибавления удвоенного диаметра кирпичика К диаметру множества А1 получилось строго меньше двойки Но это же понятно Все равно непонятно Есть множество А1 замкнутое на сфере какое-то, оно может быть ужасное Вы понимаете, что замкнутое множество это не кружочек Это хрень какая-то, там могут быть точки изолированные Там могут какие-то быть точки накопления, предельные точки, понимаете? Замкнутое множество это черти что Оно не обязано быть связным В нем могут быть какие-то очень хитрые дырки друг в друга вложенные Ну не пойми чего Я пытаюсь сделать из замкнутого множества Множество с контролируемой структурой, достаточно хорошее Я говорю, давайте я возьму это дурацкое замкнутое множество Сколько бы дурацким оно ни было Понятно, с какими кирпичиками оно пересекается И возьму просто объединение этих кирпичиков Такое, ну просто объединение кирпичиков, ничего больше Но только подберу изначально размеры кирпичиков таким образом Чтобы диаметр этого нового множества все равно оставался меньшим двойки Так, конечно, можно сделать Сейчас понятно или нет? Я что-то не пойму, чем я вас кокнул Это-то вроде место совсем простое Ну просто я долго подходил к размеру кирпичика и вы не очень понимали Но сейчас-то все понятно Вот, все Подобрали размер кирпичика так, чтобы диаметр G1 был строго меньше двойки Теперь смотрите Ну, G1 тоже замкнутая, давайте считать То есть кирпичики замкнутые G1 замкнутый Просто по определению считаем, что мы объединяем кирпичики вместе с их границами Поскольку А1 не пустое, это какое-то не пустое замкнутое множество на сфере Теперь внимание, вопрос на понимание происходящего Вот если мы возьмем границу этого множества G1 Ну, она обычно обозначается вот так Знаете, такое обозначение для границы? Вмотание было, да? Ну, хорошо, вот возьмем границу множества G1 Вопрос, как вы думаете, что она из себя представляет? Вот мы как-то обходим кирпичики, да? Но она обязана быть одной такой вот ломаной линией по кирпичикам идущей? Нет Нет, потому что замкнутое множество все-таки могло быть с дырками, да? И даже после того, как мы его одеваем вот этой кирпичной кладкой, дырки могут остаться Но, внимание, товарищи, крайне важно то, что мы не разрешили крестообразных перекрестков Если бы мы разрешили крестообразные перекрестки, то граница могла бы быть устроена вот так Вот эта часть нашего множества и вот эта часть нашего множества А мы разрешили только Т-образные перекрестки Поэтому граница состоит из некоторого конечного числа ломаных, которые между собою, в отличие от вот этого неприятного случая, не пересекаются. Для этого мы брали кирпичную кладку. То есть граница, давайте я напишу, это дизъюнктное на самом деле объединение некоторого числа ломаных на сфере. Ну, сами ломанные, естественно, тоже не самопересекающиеся, то есть это такие вот просто как многоугольники в каком-то смысле, да? Граница вот этого G1, она контролируемо устроена. У нас есть там какой-то один многоугольник замкнутый, ну я так условно рисую, один многоугольник, потом в нем может находиться еще один многоугольник, где-то снаружи может быть многоугольник. И вот объединение таких многоугольников, это и есть граница нашего G1. Повторяю, здесь важно, что нету крестообразных перекрестков, только Т-образный. Теперь смотрите, еще один фокус. Фокус. Еще один фокус. Возьмем множество G1 штрих. Симметричное множество G1 относительно центра сферы. О, это начало координат. Отразим G1 относительно центра сферы, получим множество G1 штрих. Внимание, вопрос. Как вы считаете, может ли множество G1 штрих пересекаться с множеством G1? Ну, конечно, да, диаметр-то G1 меньше двойки. Диаметр G1 меньше двойки, поэтому G1 штрих и G1 не пересекаются. Ну, иначе, предположим, противно, и вот будет та самая общая точка. Отразим ее относительно центра, и все получится. Вот, они не пересекаются. Ну, в частности, не пересекаются и их границы. Раз они сами не пересекаются, значит, их границы тоже не пересекаются. Вот граница G1 штрих, это L1 штрих и так далее. ЛКТ штрих, и снова все то же самое верно. Вот эти вот кривые не только пофарно не пересекаются, но еще и не самопересекаются. Нормальные такие, ломанные, как на том рисунке. Больше того, L1 штрих симметрично относительно центра сферы L1, L2 штрих симметрично L2 и так далее, LK штрих симметрично LK. Успеваете? Вроде все совсем просто. Итак, у нас есть 2K ломанных на сфере, 2K ломанных, которые не самопересекаются и попарно не пересекаются. Насколько частей, товарищи, они разбивают сферу? Ну, очевидно. Ну, вот в том-то и дело. Да, это называется теорема Жордана, которая уже упоминалась на прошлой лекции, но на самом деле это, конечно, очевидно, другое дело, что это очень сложно доказывать. А интуитивно совершенно понятно, что если у вас есть 2K ломанных на сфере, которые не самопересекающиеся и друг друга никак не пересекают, ну, конечно, будет 2K плюс 1 частей, ну, как еще? 2K ломанных разбивают S2 на 2K плюс 1 частей. Я даже не уверен, что каждому из присутствующих понятно, почему это сложное утверждение. Но я вроде пытаюсь всегда рисовать такие хитрые кишечники, так завернутые сами на себя, что там уже не поймешь, где внутренность, а где наружность. И в этом смысле непонятно, сколько частей. Потому что очень важно как-то завязаться на формальное определение непрерывной кривой на сфере. Но я не буду это доказывать. Смысл-то понятен? Естественно, нет. Это вот я пропускаю. То есть тут уже эта теорема Жордана называется. Это классический результат. Ну вот, в том-то и дело, да. Даже в курсе топологии доказали только для ломаных. Но, по крайней мере, можно использовать для борсуковулома, да. Потому что здесь только ломаные есть. Но, тем не менее, да, для ломаных проще, чем для непрерывных кривых, в общем случае. Жордановых кривых. То есть они даже могут быть кусочно непрерывные. Вот. Так, друзья. Значит, на 2К плюс 1 частей. Но при этом повторяю. L1 симметрично L1 штрих. L2 симметрично L2 штрих. Как устроены эти части? Если у них еще и границы симметричны друг к другу относительно центра сферы. Эти части устроены так. Либо какие-то две из них симметричны друг к другу относительно центра сферы. И еще, может быть, какие-то две симметричны. И еще какие-то две симметричны. Либо одна из них симметрична сама себе. Как такой центральный пояс. Но такая точно есть, потому что у нас нечетное число частей. Из-за симметрии и из-за нечетности числа частей мы гарантируем существование части, которая симметрична сама себе. Существует симметричная, ну, относительно центра сферы, конечно, симметричная. Ну, давайте я напишу даже. Относительно O. Часть. Давайте ее рассмотрим. На самом деле уже все. Все. Потому что, смотрите, вот сфера наша. Центр O. Вот условно такая симметричная часть. И там тоже. Такая симметричная, да? Ничего так нарисовала вообще, даже получилось. Похоже. А почему она связана у нас получилась? Нет, они все связаны, конечно. Это просто теорема Жордана говорит. Они все связаны. Я забыл сказать, но на 2К плюс 1, естественно, связанных частей. Это очень важно. Вы правильный вопрос задаете. Но, конечно, связанных частей. Все понимают, что значит связанные, да? То есть между любыми двумя точками можно пройти по непрерывной кривой, которая целиком находится внутри части. Не надо выходить за пределы, нет отдельных кусочков. Но это понятно тоже на интуитивном уровне. Это понятно, а так это теорема Жордана. Связанных частей. Вот у меня связанный поясок, который сам себе симметричен. Но так давайте возьмем какие-нибудь диаметрально противоположные точки, условно С и С' принадлежащие вот этому пояску, принадлежащие вот этой симметричной относительной части. Взяли две точки, они диаметрально противоположные, лежат в этой части. Соединяем, давайте я тут отдельно нарисую вот С, вот С' соединяем их непрерывной кривой, которая целиком внутри этой симметричной части. Такая есть, потому что связность. Часть симметричная, поэтому можно нарисовать симметричную кривую, и она тоже будет внутри этой части. Сейчас, друзья, я не очень быстро говорю. Успеваете записывать? Или понимать хотя бы? Понятно, да? То есть получается такая, друзья, окружность. Вот это вот, это как окружность. Вот такая окружность получилась, да? Получилась окружность? Ну, не окружность, конечно, но что-то похожее на окружность. Так, чуть-чуть помяли. А? Не-не-не, но это все строго. Ну, просто взяли такую вот непрерывную кривую, симметричную, которая очень похожа на окружность. Но она симметричная, то есть у каждой точки есть противоположная. Она центрально симметрична. Это кривая, как и окружность. Центрально симметрична. Теперь, внимание, окончательный катарсис. А чем из наших исходных множеств, из вот этих А1, А2, А3, какими из наших исходных множеств покрыта вот эта симметричная часть? Всеми тремя? Хочется только двумя. Конечно, только двумя. А1 – это множество, целиком содержащееся внутри G1, по определению G1. Вот эта вот симметричная часть, она не принадлежит ни G1, ни G1'', потому что G1 имеет диаметр меньше двойки, и G1' тоже имеет диаметр меньше двойки. Вот эта симметричная часть – это как раз то, что находится на сфере и при этом не принадлежит ни вот этому, ни вот этому, не принадлежит их объединению. А стало быть, она покрывается только А2 и А3 целиком. Вот эта, в частности, вся окружность покрыта, как и весь вот этот пояс, как и вся эта симметричная часть, вся эта окружность покрыта объединением А2 и А3. А1 находится где-то вот тут, условно говоря, а здесь находится А1'. А1' – это множество симметричное А1 и располагающееся в G1'. А почему не может это быть так, что G1 пересечет эту пивую, но не покроет, просто пересечется нигде не будет? Нет, смотрите, G1 – это же границы, границы множества G1. Вот эти вот L' – это элементы границы этого множества. Границы, элементы границы. И вот этот вот поясок, который сам себе симметричен, он ограничен какими-то двумя, одна из которых L' – это, другая L' – это штрих. И, стало быть, он ни в G1, ни в G1 штрих не находится. А пересечить с него не сможешь? Что? Да как пересечь-то, если он ограничен границами этого множества? Как он его пересечет-то? Все, вот эта штука, она покрыта только двумя множествами. А это сводит задачу к случаю, который мы разобрали в прошлый раз. Потому что в прошлый раз от окружности важно было только то, что вы по ней двигаетесь непрерывно. А это непрерывная кривая. И то, что она симметрична сама себе, и эта кривая симметрична сама себе. То есть то рассуждение, которое было в конце прошлой лекции, о том, что окружность, нельзя покрыть двумя множествами без возникновения антиподальных точек в одном из них. Оно здесь, естественно, просто дословно воспроизводится. И на самом деле, в общем случае, теорема доказывается так же. Индукцией по размерности. Но нужно доказывать, что если у вас сфера лежит в большой размерности, ее можно там какими-то кирпичиками, или лучше даже триангуляциями, как говорят, покрыть, дальше свести вот это вот к какому-то такому симметричному поясу, там будет сфера на единицу меньшей размерности, которая, слава богу, покрыта только без одного множества всеми оставшимися, и все получится. Но это уже вот в большой размерности требует больших усилий. Даже здесь трудно было все-таки воспринимать. А в большей размерности это еще тяжелее, но идейно то же самое. Поэтому мне не кажется, что я вообще вас оставил без понимания того, как доказывается теорема Борсу-Куллама. Вот если бы я остановился на плоскости с окружностью, вы бы не понимали, как она доказывается. А вот здесь вот этот вот индукционный фактически переход, он показывает, как надо действовать в общем случае. Просто в общем случае труднее. Вот. Ну все, Борсу-Куллама на этом завершился. Я думаю, что в этом месте очень хорошо рассказать слушателям про проблему Борсука. Благо у нас все для этого есть. Вообще все. Прям очень уместно. Борсу-Куллама закончился? Что-то нерешенное тоже. А? Что-то нерешенное. Это знаменитая проблема, про которую я безумно люблю рассказывать, и рассказывал многим школьникам, конечно. Но в большинстве случаев я не доказывал ничего. Хотя бывало, что и потратишь время, докажешь. Вот. Сейчас я расскажу. Значит, очень тесно связанная вот с этой деятельностью с Борсуком-Уломом есть такая знаменитая проблема Борсука, для которой у нас тоже кое-что уже припасено. А именно наша деятельность, которая касалась всяких, помните, М от НРС, H от НРС, вот она тоже здесь будет по делу. Давайте обо всем по порядку. Борсук тот же самый, год практически тот же самый. Теорема Борсука-Улома – это 32-й год, вот 33-й год – это формулировка проблемы. Значит, чего восхотел Борсук? По аналогии с тем, о чем мы сейчас говорили. Есть какое-то множество в РН. Давайте считать, что диаметр этого множества равен единице. Но вы сейчас увидите, что неважно, чему он равен, просто можете считать, он меньше бесконечности. Главное, чтобы не нулевой. Значит, Борсук восхотел следующего. Он восхотел разбить это множество на части, ну, не обязательно не пересекающие, если можно покрыть, это то же самое, на части, так, чтобы диаметр каждой части был строго меньше, чем диаметр всего множества, а количество частей было как можно меньше. Значит, для любого и диаметр омега и того строго меньше диаметра омега, и при этом условии F на минимум. Вот хотим найти самое маленькое количество частей, на которые разбивается данное множество омега. Лишь бы эти части были строго меньшего диаметра. Но школьникам всегда рассказывается, что у вас есть страшный такой неправильной формы торт, он к вам в рот не лезет, а сожрать хочется побыстрее. Поэтому его надо разрезать на части, но он впритык не лезет. А вот строго меньшего диаметра возьмешь, и каждая часть уже плюх и проскочит. Но надо побыстрее захапать, поэтому вот F хочется на минимум. Давайте F от N это будет максимум по всем омега таких вот F маленькая. Максимум по всем омега. Максимум по всем омега вот этих вот F маленькая. То есть F от N это минимальное число частей строго меньшего диаметра, на которое разбивается вообще любое наперед заданное множество диаметра 1 в Rn. Ну и, кстати, уже из постановки задачи видно, что вот этот диаметр можно считать равным единице, потому что просто иначе вы, ну, отнормируете все. Гомотетий. Сожмете или раздуете. Если мы научились разбивать на части меньшего диаметра множество диаметра 1, то мы любые ограниченные множества тоже можем научиться разбивать. Значит, что говорит теорема Борсука-Улама, товарищи, в этих терминах? Теорема Борсука-Улама, которая нам так помогла решить проблему Кнезера. Ну, я бы сказал, что F от Bn, то есть от n-мерного шара или от n-минус одномерной сферы, по крайней мере, не меньше, чем что? Чем n плюс 1, да. Сn минус 1, если покрыто n множествами, тогда одно из них содержит антиподальные, значит, не меньше, чем n плюс 1 потребуется. Ну, легко доказать точное равенство. Я не знаю, наверное, не буду на это тратить время. Но, во всяком случае, отсюда следует, что F от n больше либо равняется n плюс 1. bn – это шар n-мерный. Ну, sn-1 можно написать, n- одномерная сфера – это граница этого шара. Ну, b от слова бол. s от слова сфера, да? А b от слова бол. Так, всем понятно? На самом деле, вот это неравенство, конечно, следует из гораздо более простого наблюдения. Все ли присутствующие знают, что такое симплекс в n-мерном пространстве? Ну, наверное. Не знаете, да? Ну, хорошо, треугольник на плоскости знаете, тетраэдр в R3 знаете. Но вот обобщение этого называется симплексом. Ну, даже не нужен весь симплекс как многогранник. Это трудно, можете себе представлять. Достаточно просто n плюс 1 точку взять. В n-мерном пространстве взять n плюс 1 точку. И потребовать, чтобы эти точки друг от друга, например, отстояли на одно и то же расстояние. Один. Так, почему такие n плюс 1 точек существуют? Ой, какой сложный вопрос. Берем, делаем, 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 делаем на семинарах. А, ну делали, все, ну видите, все-таки вы знаете, да, что такое симплекс? Или это, ну там, кто-то конкретно делал, а кто-то не делал, я не знаю. Ну, смотрите, все очень просто. Ну, возьмите, например, вот эти вот векторы, точки стандартные с координатами все нули и одна единица. Их n штук, они в n-мерном пространстве. Их n, их не n плюс 1. Но попарные расстояния одинаковы, правильно? Можно сделать так. Можно добавить еще одну точку вот такого вида и подобрать просто а как решение, понятно, какого квадратного уравнения, чтобы от нее было то же расстояние корень из двойки до каждой из этих. Понятно сказал? Можно по-другому сказать. Значит, смотрите, вот эти 0,1 точки, они на самом деле лежат, у них же сумма координат равна единице. То есть они лежат в гиперплоскости размерности n-1 в пространстве размерности n. Там если есть третья координата, то это будет вот такой вот треугольник, да? Вот такой. То есть реально уже вот этот пример, рассматриваемый как лежащий на плоскости размерности n-1, и дает нам фактически нужные точки в пространстве. Просто пространство рассматриваем вот так, как эту гиперплоскость, и все. Ну, можно добавить вот так. Кому что приятнее, не знаю. Но в любом случае симплекс существует, и легко доказать, что если вы возьмете n плюс 2 точки, то уже нельзя сделать так, чтобы по парной расстоянию были равны единице. На плоскости и в R3, мне кажется, это всем известно. Но это верно и в любой другой размерности. Так, друзья, по-моему, из этой конструкции очевидно, что f от n больше либо равно n плюс 1. Потому что просто множество из вот этих n плюс 1 точек нельзя разбить на n частей меньшего диаметра. По принципу Дерихле. n плюс 1 точка, n частей. n плюс 1 кролик, n ящиков. В какой-то ящик попадут два кролика хотя бы, а между ними опять диаметральное расстояние максимальное. Так что это неравенство вытекает и из более простой конструкции, чем шар, для которого требовалась какая-то хитрая история. Вот, ну давайте, 5-минутный перерыв. Короче говоря, сам Борсук в своей первоначальной работе он высказал гипотезу. Ну, вернее, он так осторожно спросил, а вдруг так случится, что f от n вообще равно n плюс 1. Как было бы классно. Но люди назвали это гипотезой Борсука. И в принципе он сам верил, что это должно быть так. Так, гипотеза Борсука утверждает, что f от n равно n плюс 1. Но, строго говоря, он как гипотезу это не высказывал. Он скорее вот говорил, что было бы классно, если бы это оказалось так, потому что это было бы неким альтернативным определением размерности. Ну, вообще как бы очень красиво. Что вот хуже, чем симплекс, ничего не разбивается на части меньшего диаметра. Ну, вот еще есть шар, который плохо разбивается. А хуже ничего не бывает. Ну, и надо сказать, что для некоторых размерностей это сразу удалось доказать. То есть, конечно, f от 1 равняется 2. Это факт почти тривиальный. Потому что если вы возьмете напрямую любое множество, сколь угодно поганое, но которое имеет диаметр 1, понятно, что оно заключается в отрезок диаметра 1. Режем этот отрезок пополам, множество режется тоже на части диаметра, не больше 1, 2. Здесь не больше 1, 2. И здесь не больше 1, 2. Но это меньше единицы, то есть на две части разрезать можно. Так, я же не спешу, это просто, правда? Вот, но уже то, что на плоскости каждое множество можно разбить на три части меньшего диаметра, это не очевидный факт совершенно. А мы хотим, что мы омеги и ты вылезаем? Нет, ничего не хотим. Омеги и ты могут быть какими угодно. А? Это топология. Ну, в каком-то смысле, да, это немножко топология. Значит, доказательство офигенно красивое, что на плоскости действительно можно разбить на три части. Я его всегда даю тоже без каких-то деталей, поэтому спрашивать его на экзамене просто неправильно. Вы не сможете его аккуратно рассказать, но я его расскажу неаккуратно, чтобы вас порадовать. А сдавать не потребую. Значит, смотрите, как на плоскости доказать, что любое множество диаметра 1 можно разбить на три части строго меньшего диаметра. Лемма, называется Лемма-Пала, доказанное еще в 23-м, что ли, году, то есть лет за 10 или даже за 12, по-моему, 21-м может быть, до того, как Борсук высказал свою гипотезу. Вот. Лемма-Пала утверждает, что любое множество диаметра 1, я так ее нарисую, любое множество диаметра 1 можно заключить внутрь правильного шестиугольника, у которого вот это вот расстояние равно единице. Вот так, чпок сюда, жик, повернуть. Ну, конечно, можно передвигать, поворачивать, да. То есть любое движение можно допускать. Так, я понятно говорю, да? Ну, или можно, наоборот, шестиугольник так продвинуть, чтобы накрыть это множество. Какое бы множество диаметра 1 вы не взяли, оно покрывается правильным шестиугольником с расстоянием единицы между парами параллельных сторон. Совершенно не очевидно. И, кстати, вы понимаете, что у него диаметр не единица у шестиугольника. У него больше диаметра, конечно. У него вот этот диаметр, диагональ. Тем не менее, если поверить, а я сейчас докажу, вот безумно красиво доказывает сама лемма-пала, вот это и есть топология. А если в нее поверить, ну, вот этот шестиугольник, ну, поверьте, что он правильный. Как-то прям... Какой кошмар! Ну, я попробую немножко поправильнее сделать. Вот так будет лучше. Если взять правильный шестиугольник такой вот, то можно вот так, через один опустить перпендикуляры. Вот это перпендикуляры и стороны через одну. Это одинаковые такие вот пятиугольники, но неправильные, конечно. Почему правильные? Вот, одинаковые пятиугольники, и у каждого из них диаметр вот здесь вот. Чему равна длина вот этого отрезка? Тут одна вторая, тут одна вторая, тут 120 градусов. Ну, ясно, корень из трех пополам, я не знаю, теорема косинусов, тривиальность. Тут одна вторая, тут одна вторая, тут 120 градусов. Значит, длина вот этого отрезка, длина этой стороны треугольника, корень из трех пополам. Это диаметр любой из этих частей, каждой из этих частей. Но это меньше единицы. Корень из трех пополам. Меньше единицы. То есть, если поверить в лему пала, то все. Мы берем совершенно произвольное множество диаметра 1, накрываем его правильным шестиугольником, и дальше этот шестиугольник шаблонно разбиваем. Вместе с шаблоном разбивается лежащее внутри множество. Тем более на части диаметра строго меньшего единицы. Почему верна лемма пала? Сейчас буду рисовать картину, объясняющую доказательства леммы пала. Дающую доказательства леммы пала. Вот здесь будет неаккуратно. Пока все аккуратно. Доказательства леммы приведу неаккуратно. Доказательства леммы приведу неаккуратно. Вот у нас есть какое-то множество. Изначально оно было поганое. Вот я его специально здесь рисовал. Хрень какая-то. А здесь я его нарисовал не таким поганым. Дело в том, что есть такое утверждение, которого я не буду доказывать, поэтому, собственно, не спрашиваю у вас это доказательство потом. Но есть такое утверждение. Любое множество, а, ну это вы вообще знаете, любое множество можно заключить в свою выпуклую оболочку. Знаете, что такое выпуклая оболочка множества? Это вы знаете, вас на программировании учат. Вот. Значит, любое множество можно заключить в выпуклую оболочку. Выпуклая оболочка множества имеет тот же диаметр, что и само множество. Это математический факт, я его доказывать не буду. Но выпуклая оболочка множества имеет тот же диаметр, что исходное множество. Поэтому достаточно доказать лемму пала только для выпуклого множества. Если каждое выпуклое множество диаметра 1 покрывается шестиугольником, ну, значит, любое множество диаметра 1 покрывается шестиугольником. Понятно рассудил, да? По модулю того, почему действительно диаметр выпуклой оболочки такой же, как у исходного множества, это должно быть понятно. Итак, множество у нас выпуклое. Еще один бездоказательный факт, но тоже понятно. У любого выпуклого множества граница непрерывная. Интуитивно понятно, что если множество такое хорошее выпуклое, то граница непрерывна, но это надо аккуратно доказывать. Ну вот любое выпуклое множество из-за того, что вместе с любыми двумя точками входит отрезок, можно показать, что граница непрерывна. Но это все требует рассуждений, которые выходят за рамки курса. Поэтому я вам рассказываю это просто так инструктивно, чтобы вы узнали. Итак, знаем, что граница непрерывна. А теперь делаем совершенно понятную вещь. Все. Вот дальше все будет строго. Берем какую-нибудь прямую, расположенную изначально вне этого множества, после чего тащим ее параллельно себе, пока она впервые не уткнется в это множество. Это совершенно строгое рассуждение. То есть просто берем вот так и в этом направлении ее тащим. Ну я, естественно, не попал. Но давайте я так нарисую, поэтому будет считаться, что я попал. Оно может наткнуться сразу на несколько точек. Не обязательно на одну. Поскольку множество выпуклое, оно не может наткнуться на него и при этом оказаться пересеченным этим множеством. А в какой-то момент встретится множество впервые. Ну замкнутым, пожалуйста, да, конечно. То, что замкнутый имеет тот же диаметр, то, что возьмите замыкание, и оно будет иметь тот же диаметр, вот это как раз понятно. Это как раз понятно. Да, 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 я забыл сказать. Считаем, что множество еще и замкнутое, конечно. Все, вот оно впервые встречает его, может быть, в одной точке, может быть, в целом отрезке точек, там как угодно. Встретило. С той стороны точно так же проведем, это называется опорная прямая. Параллельно, да, с той стороны притягиваем до того, пока не встретят первые точки. Так, друзья, но нам шестиугольник нужен. Вы же понимаете, что я хочу сделать? Я сейчас вот здесь под углом 120 градусов сделаю то же самое. Параллельно здесь под углом 120 или 60, соответственно, градусов, сделал вот здесь 120, здесь 60, сделаю то же самое, да? Ну, параллелограмм получился, в который заключено наше множество с нужными углами. Ну, это еще не все. Не, ну, понятно, но сейчас еще две прямые, но шестиугольник нужен, ну, ну, что, все же просто. Здесь 120, здесь 120. Ну, тут встретили точку впервые. Рисую я отвратительно, но вроде все понятно, да? Ну, так, конечно, можно сделать. Только какой у вас получится шестиугольник? Кривой. Ну, не совсем кривой, у него есть одно хорошее свойство, которое роднит его с правильным. А именно у него все углы по 120 градусов. Но у правильного тоже по 120, да? То есть чем-то этот шестиугольник все-таки пригожь. Но только этим пока что, правильно? Сейчас будет еще одно утверждение. Оно простое, но я его не доказываю просто, чтобы времени тратить. Предыдущие два не доказаны, потому что, ну, просто вот еще время нужно, действительно, оно простое. Давайте вот здесь вот точку А обозначим, а здесь точку А штрих. Не, точку Б. Опустим перпендикуляр сюда и опустим перпендикуляр сюда. Вот это обозначим Б штрих, а вот это обозначим А штрих. Ну, взяли просто диаметрально противоположные. Ну, не диаметрально, вот эти вот противоположные точки опустили перпендикулярно соответствующие параллельные прямые, получили основание перпендикуляров. Утверждение. Но это утверждение, если хотите, можете порешать как упражнение, оно решает за 5 минут на самом деле. Утверждение такое, если длина АА' равна длине ББ', отрезки имеют одинаковые длины, вот эти перпендикуляры, имеют одинаковые длины, то, может кто-нибудь догадывается, что? Может быть, тоже на самих сторонах? Да, высекаем в сторону. Ну, равны, да, но на самом деле я хочу сказать немножко другое. Я хочу сказать, что тогда шестиугольник центрально симметричен. Ну да, то наш шестиугольник центрально симметричен. Ну, такое несложное упражнение, чисто геометрическая школьная задачка. Если эти отрезки равны, то шестиугольник центрально симметричен. Но из какого панталыку они равны, да? Потому что, понимаете, если мы докажем, что они действительно равны, то он центрально симметричен, у него углы по 120 градусов, и теперь уже от правильного шестиугольника он отличается только тем, что вот эти вот параллельные стороны могут быть на разном расстоянии друг от друга, пары параллельных сторон. Ну, так это вообще не проблема. Расстояние между парами параллельных сторон точно не превосходит единицу, потому что единица – это диаметр внутри лежащего множества. Ну, раздвинем их там, где надо, и получится правильный шестиугольник. То есть, если бы вот эти длины были одинаковые, все, Лемма доказана. Я понятно говорю? Но с чего бы им быть одинаковыми? И вот тут совершенно гениальное рассуждение. Смотрите. Вот мы построили этот шестиугольник, да? Ну, построили. Как мы его построили? Мы начали с какой-то прямой построения. Прямая, Л там, какая-то, да? Вот мы с нее начали, и дальше однозначно составили этот шестиугольник. Давайте через F от L обозначим функцию, которая равна разности длин отрезков АА' и ББ'. Если поверить в то, что граница непрерывна, а я вас заставил уже в это поверить, то совершенно понятно, что эта функция является непрерывной от L, от направления прямой L. Это непрерывная функция от L. разность длин АА' и ББ' это непрерывная функция от того, в каком направлении идет исходная прямая при построении шестиугольника. А дальше мы поворачиваем на 180 градусов, и она меняет знак на противоположный. Потому что АА' превращается в ББ', а ББ' превращается в АА'. Ну, то есть непрерывная функция принимает значение, равное нулю, где-то на отрезке, если она на разных его концах принимает значение разных знаков. Есть положение, в котором эти отрезки равны, все, доказали. Ну, или нам сразу повезло, что они равны, а если не повезло, повернем на 180 градусов, и где-то по ходу дела повезет. Такое вот топологическое в каком-то смысле рассуждение, непрерывное. А как мы объясняем, что непрерывная? Ну, потому что граница непрерывная, а дальше надо просто аккуратно написать все эти ε, δ, и проверить, что непрерывность для функции тоже тогда будет. Ну, я не хочу вот эти ε, δ рисовать. Я не буду этого всего спрашивать на экзамене. Я хочу, чтобы вы поняли, как в принципе это оказывается. Формализовать это займет часочек так. Все аккуратно прописать. Зачем я вас подставлять буду? Ну, как Аркадий Борисович скажет, что вы не можете прописать аккуратного рассуждения, и я скажу, и кто угодно скажет. Я хочу, чтобы вы понимали, как в принципе это доказывается. Ну, не все же надо спрашивать на экзамене. Я могу пожертвовать 20 минутами лекции, чтобы просто создать вам впечатление от того, как что-то доказывается, но потом на экзамене доказательства не спрашивать. Оно слишком формальное. Если прописывать все детали, оно слишком формальное и скучное. А идейно оно безумно красивое. Ну, короче, гипотеза Борсука-то верна в размерности 1 и в размерности 2. Это уже как-то вот ход, да? Ну, я вам скажу, в размерности 3 она тоже верна, но это я совсем не буду доказывать. Значит, известно, что f от тройки равно 4. Так, товарищи, я же вас не кокнул еще пока, что я медленно рассказываю. А вот про f от четверки практически мало чего известно. Вот про f от четверки известно, конечно, что она не меньше 5, как и любое, f от n не меньше, чем n плюс 1. Но что касается верхней оценки, известно только вот такая. И это пока все, что известно про размерность 4. На этом можно было бы сильно загрустить. Но это далеко не все. Пафос состоит в том, что гипотеза, начиная с некоторой размерности, неверна. И это известно. Мы докажем. Мы докажем. Не, ну зачем я вам просто обзор буду делать? У нас есть метод. Фактически можно сослаться на некоторую оценку для m от nrs. Но я буду делать не так, а воспроизведу рассуждение, чтобы было понятнее. Значит, давайте. История была такая. Сначала в 1993 году Канн, представляете, через 60 лет после того, как гипотеза была сформулирована, Канн и Калай доказали, что f от 2015 больше, чем в 2016. Ну, то есть опровергли гипотезу в размерности 2015. Это место я очень люблю рассказывать, значит. Ну, а когда пришла мысль, как известно, отворяй ворота, и дальше началось такое соревнование. Кто ниже, да? Кто ниже? Вот как бывает быстрее, выше, сильнее, да? А здесь наоборот. Я не знаю, как по-латыни это правильно, да? Ниже. А? 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 Это до 2015 года. Вот, в 2015 году ничего не происходило, но я когда рассказывал долгие годы про эту задачу, я говорил, ну, вот еще до 2015 года не дожили, сейчас уже вот дожили. Значит, в 1994 году Алон, такой очень известный товарищ, посчитал, что то, что он сделал, в общем, практически так же классно или не классно, но, в общем, что он ничего особенного не сделал по сравнению с Каном и Калаи. Он вообще, говоря, доказал, что f от 946 больше, чем 947. То есть он более чем вдвое понизил размерность контрпримера. Но метод, с помощью которого он это сделал, это практически, ну, в общем, то же самое. Просто, ну, эти товарищи не так аккуратно посчитали. И Алон, как крутой математик, он считает, и сейчас считает, и тогда считал, что ну, не надо такие простые результаты под своим именем публиковать. И у него был псевдоним. Значит, вот это он опубликовал под именем Нилли. Это имя его дочери, которой тогда, в 1994 году, было 5 лет. Вот. Менее пафосный математик по фамилии Вайсбах В 97-м году давайте я буду писать просто размерность контрпримера. Вот здесь размерность 2015, здесь 946. Значит, Вайсбах построил контрпример в размерности 903. Ну и выше. То есть, смотрите, значит, надо читать так. Не только в размерности 2015, но и во всех больших размерностях эти товарищи тоже контрпример получили. Алон во всех размерностях, начиная с 946, в Вайсбах, соответственно, 903. Но это как-то уже не так шустро пошло дело. Ну, на самом деле, просто так получалось, что F от 946 сразу оказывалось больше, чем 2016 даже, там, или что-то в таком духе. Поэтому после Кана и Кала им уже особенно и напрягаться не нужно было. С другой стороны, поднятие размерности контрпримера это такое, в общем, упражнение на самом деле. Для большинства тех контрпримеров, которые там строились, это прямо моментально делается. Вот. Вайсбах в 97-м, что я дважды написал 97, да, вот здесь 97 и здесь, это одно и то же. Но в 97-м году получил контрпример, начиная с размерности 903. Вот. В том же 97-м году ваш покорный слуга включился в эту гонку и получил контрпример, начиная с размерности 561. Вообще числа все, конечно, очень смешны, непонятно ничего. Да, да, да. Вот, начиная с размерности 561. Это вообще сама по себе очень развлекательная история, как я его получал. Значит, я сначала решил, что я получил контрпример в размерности 630. Вот. Его долго проверяли, потому что, ну, это, типа, яркий результат, надо, в общем, публиковать только точно правильное что-то. Куча народу проверяла, все было хорошо. Уже, в общем, написали представление, значит, краткие сообщения, там, известного журнала «Успехи математических наук». Ну, и такое уже предфинальное выступление на очередном семинаре. Вот. А я был на четвертом курсе тогда. Значит, сидит студент третьего курса и слушает мой доклад. Говорит, я вот этого места не понимаю. Я говорю, да ну, там, тяп-ляп, а я всегда шустрый был, как сейчас. Сейчас я тяп-ляп, тяп-ляп, и оказалась ошибка. Значит, вот, это была трагедия полная. Слава богу, с катарсисом. Потому что я после этого вообще ничем другим не мог заниматься, кроме как исправлением этой ошибки. Я потратил на это не так много времени, ну, где-то дней 10, но я просто ничего другого не делал, кроме этого. Вот. И в итоге пришел с контрпримером в размерности на 70 практически меньше. Ну, там 630 было, а здесь, значит, 561. Вот. И мой научный руководитель тогдашний, Мочевитин, значит, он говорит, «Хе! Может, у вас еще одну ошибку найти?» Я, говорит, «Смотрю, у вас резерв есть. Найдем, сейчас вы еще понизите размерность. Ну, 630 понизил до 560 из-за того, что ошибку нашли в 630. Ну, это хорошо, да. Вот. Но не смог. Нет, это уже опубликовали тогда. В 97-м году, вот это было, значит, в 2000-м году Вайсбах поднапрягся. И понизил размерность на единицу. Но Вайсбаху ему хронически не везло, вот его съели в 97-м году, то есть я его съел. Значит, я уже тогда этим не занимался, а в том же 2000-м году его съел Хинрихс, другой математик, тоже немецкого происхождения, который доказал контрпример, начиная с размерности 324, еще так продвинулся, как следует. Вот. Ну, там был, надо говорить так, у каждого есть свой Вайсбах. Значит, на Хинрихса был пихурка, который на самом деле ни на что не претендовал, он просто сделал небольшое замечание о том, что на самом деле можно снизить и до 323, вот, но он это сразу же в том же нулевом году сделал, а потом в третьем году Хинрихс вместе с Рихтером, не пианистом, конечно, а математиком, построили контрпример, начиная с размерности 2, 9, 8, но какая асимптотика, как они падают куда, к 4 или к чему, при n стремящемся к 4 по множеству натуральных чисел, да, так, значит, последнее, что произошло, это 13-й год, Бондаренко, киевский математик Бондаренко Андрей или Андрей уж как там правильно, вот, построил совершенно фантастический контрпример, начиная с размерности 65, совершенно фантастический этот контрпример не только потому, в какой он размерности по сравнению с первоначальной, он еще фантастический вот по какой причине, значит, множество точек, а, сейчас, Бондаренко построил конечное множество точек, и все, все контрпримеры это Это конечные множества точек, просто конечные множества, многогранники, по сути. Так вот, Бондаренко построил конечное множество, в котором всего два расстояния. Ну, не в смысле, не три точки, там не две точки, а в смысле, что вот точек-то много, но расстояния, которые ими реализуются, принадлежат множеству из двух чисел. Диаметр и поменьше. Там куча пар точек. Он, наоборот, показал, что даже такое, так просто устроенное. Понимаете, вот симплекс, это множество с одним расстоянием, да? Там все точки на одном и том же расстоянии друг от друга. И оно, конечно, на n плюс одну часть разбивается. И люди думали, ну, если в множестве два расстояния, то уж тут-то точно тоже на n плюс одну часть можно разбить. Так вот, Бондаренко построил контрпример в размерности 65 с двумя всего лишь расстояниями. Двухдистанционное множество это называется. Абсолютно удивительный результат. Но, как я уже сказал, у каждого есть свой вайсбах. И у Бондаренко в том же самом году появился Енрих, который построил контрпример в размерности 64. Показав, что некоторое сечение гиперплоскости, вот того примера, который был у Бондаренко, тоже работает. Все. Что происходит в размерностях от 4 до 63, никто пока не знает. Поскольку я уж даю такой обзор и явно не успею, я хочу вот это доказать. В итоге я хочу вот это доказать. И у нас есть все для этого, кроме времени. Поэтому я это докажу в следующий раз, а сегодня еще кое-что скажу. Ну, это я, наверное, тоже в следующий раз смогу объяснить, уже это как раз несложно. Значит, f от n в общем случае. Но оно уже не n плюс 1, раз контрпримеры есть. А что оно? Вот во всех контрпримерах до сюда f от n оценивается вот так. Это, ну, ладно, константа пусть будет просто вот в таком виде. Ее можно записать в каких-то корнях, в каких-то радикалах. Я сейчас что-то не могу наизусть сообразить. Но, в общем, 1,203, первые три цифры. Дальше в нашем любимом стиле о маленькой от единицы. А дальше в степени корень из n. Представляете, насколько неверной оказалась гипотеза? Не-не, о маленькой от единицы. Вот на нем и идет вся игра досюда. На том, как улучшить о маленькой от единицы, чтобы продвинуться в меньшую размерность. Но при этом асимптотика все время одна и та же. Одна и та же константа в степени корень из n. С точностью до чего-то стремящегося к нулю. Вот как именно оно стремится к нулю? Вот так и получается, грубо говоря. А здесь вот эти все результаты, они не обобщаются на асимптотический случай. Там еще какая-то штучная возня идет. Тем не менее, известно, что f от n сейчас известно, что... Вот это я помню. Оценивается вот так. Тоже в степени, к сожалению, корень из n. Но вот эта константа, 2 поделить на корень из 3 в степени корень из 2, это 1,2255. То есть чуть-чуть побольше, чем 1,203. То есть вот эта асимптотика, она сразу получается из работы Кана и Кала, и во всех последующих контрпримерах, которые строятся каким-то похожим способом, она сохраняется. Несколько лучшая асимптотика это... Ну, это я тоже делал в 2000 году. Это вот 2000 год. Вот. И это самое лучшее, что сейчас известно. А верхняя оценка... Ну, слушайте, одну простую оценку мы сейчас с вами докажем. Что вообще f от n всегда конечное, а вдруг оно бесконечное. Представьте себе, что в размерности n существует сколь угодно плохо разбиваемое множество. Ну, может же такое быть в какой-нибудь большой размерности. Мало ли же так не бывает на плоскости. Но все очень просто. Вот у вас любое множество. Это в РН. В РН. Ой, не попал совсем. Ну, значит, тут и не было ничего. Плоскости надо опорные проводить. Сейчас попробую попасть. Вот так, да? Зажимаем, как в тиски, между опорными плоскостями. Еще зажимаем, как в тиски. Но направление n, на самом деле, то есть кубик получается. Ну, вернее, параллелепипед, но можно раздвинуть так, чтобы получился куб. Для единообразия. Понятна мысль, да? Куб, у которого вот эта вот сторона, и вообще каждая сторона имеет длину 1. Потому что исходное множество диаметра 1. Ну, так ясно, что куб можно разбить на конечное число частей меньшего диаметра. Но на сколько в размерности n? Ну, понятно, как разбивать. Надо на кирпичики разбивать, на отдельные маленькие кубики. Какая сторона должна быть у маленького кубика, чтобы его диаметр был меньше единицы? Вот сторона 1. А какая должна быть сторона? Хорошо. Вот сторона 1. Где диаметр куба? На диагонали. Чему равна длина диагонали куба, если его сторона имеет длину 1? Корень из n. Гениально, товарищи. То есть вот здесь должно быть меньше, чем 1 на корень из n. Ну, то есть точно можно написать оценку какого-то такого вида корень из n плюс 1 в n-ной степени. Ну, просто вот мы чуть-чуть меньше берем, разбиваем в размерности n на такие вот крошечные кубики. По каждой стороне корень из n частей, ну, плюс 1 там, чтобы все сошлось. И все это в n-ной степени. Я думаю, это понятно. Но это жуткая оценка. Как-то просто мерзко. n в степени n пополам, да? А здесь у нас даже после того, как опровергли гипотезу, константа в степени корень из n. Ну, в общем, сейчас известно два типа оценок. Во-первых, известно вот такое неравенство. В общем случае всегда это верно. И смотрите, если подставить четверку, это будет как раз вот эта девятка. Это сделал Лассак. Не буду доказывать тоже. Это несложно, но не нужно. В 81-м году. И есть как бы асимптотические оценки вот в таком стиле. Они в малых размерностях хуже. Чтф от n не превосходит корень из трех вторых. Плюс о малое от единицы. Там можно прямо явно выписать это о малое. Но в степени n. И вот это самое лучшее в асимптотике, что известно. Это шрам 88-й год. То есть верхняя оценка самая лучшая. Это константа с точностью до фигни в степени n. А нижняя оценка это константа с точностью до фигни в степени корень из n. И ничего лучшего никто не знает. Понятно, да? Зазорище, что надо. Но, по крайней мере, вообще гипотеза не верна. Непонятно, какую гипотезу высказывать. А вот это я докажу в следующий раз. Это линейно-алгебраический метод прямо в духе М от НРС. Все будет понятно, полностью доказано. Смогу спрашивать на экзамен. Но при этом будет красиво. То есть это один из вот очень красивых ходов. Там помимо линейной алгебры еще одно некое соображение, которое я до вас в следующий раз донесу. Ну а на сегодня все. Достаточно. Продолжение следует...